30 июля 2021 года в историческом здании воронежского дома губернатора открылась выставка живописи федора кузьмича сушкова организованная фондом сушков арт-хаус и наследниками автора большинству воронежцев федор сушков известен своими монументальными работами более 50 скульптур мастера расположены по всей территории бывшего советского союза в воронеже это монумент гимн жизни известный как памятник славы стела и памятник победы на площади победы все эти знаковые места города ежегодно собирают огромное количество людей в праздничные даты нашей страны и дни свадеб теперь по воронежцев и гостей областного центра будет возможность увидеть новые грани творчества прославленного скульптора он рисовать начал в основном это вот последние годы его жизни в молодости когда он закончил вот первое училище он же здесь воронежская заканчивал училище у пачкури учился вот он делал свои первые наброски где остался там его альбом впоследствии после окончания харьковского института искусств он практически 40 лет работал скульптором монументального искусства и вот создавала свои внушительные монументальные композиции эти полотна знаете как он сам всегда говорил мои полотна это быстро это эскизы быстрые наброски моих мыслей чтобы раскрыть истину ту которую я 42 года носил себе центральная тема открытой выставки иной взгляд на видение нового завета но это лишь малая часть живописного наследия федора сушкова по замыслу организаторов она должна стать первым шагом к исследованию философии художника и его завещания эта выставка можно сказать как заголовки к большой книге потому что корм коллекция картин его она колоссальная и чтобы привозить отдельную концепцию мне это знаете там 50 100 полотен просто вот одна тема история она вообще войне была посвящена 75 лет я привозил эскизы монументом но он поскольку там везде прослеживается вот эта тонкая линия духовности и военных событий потому что все это было взаимосвязано открытие выставки состоялось благодаря активной поддержке правительства и департамента культуры воронежской области управление культурой городского округа города воронеже и воронежского областного художественного музея имени кромского энергии атмосфера которая исходит от этих произведений искусство не оставила равнодушным ни одного из посетителей экспозиции гениального мастера даже те гости выставки которые уже имели возможность лицезрить полотна художника каждый раз открывают их по-новому и не перестают восхищаться и оставлять восторженные комментарии его работы надо видеть я призываю всех посмотреть его работы потому что о них говорить о каждой картине а потом и о скульптуре они когда увидят что это за художник они будут присматриваться и к его скульптуре скульптура такой монументальный как у нас в воронеже его других скульпторов нет новый аспект творчества прославленного скульптора не впервые становится доступным широкой общественности картины выставлялись неоднократно на площадках нашей страны а также в италии где федор сушков оказался очень востребован и вызвал неподельный интерес у итальянских искусствоведов они смотрят на его полотна и говорят здесь глубокая мысль которая нужна я работала с архивариусом музея фатикана антонио мико он говорит так вот по каждой отдельной работе говорит я должен писать брошюру я не могу ты мне как такую такую работу привезла по каждой отдельной можно писать большую книгу творческое наследие федора сушкова представляет интерес не только для специалистов но и для широкого круга любителей живописи именно поэтому выставка вызвала неподельный интерес у большого количества воронежцев из самых разных сфер деятельности от моды до туристического бизнеса он признан уже во всем мире а к сожалению у нас в россии огнем очень мало известно поэтому безусловно его творчество актуально и сейчас и мы и будет актуально в дальнейшем как и всех наших уже признанных классиков и литературы и живописи на мой взгляд он стоит в одном ряду с великими деятелями искусств в настоящее время сотрудниками туроператора дон-экопарк разрабатываются туристические маршруты по местам где находятся памятники и монументы работы федора сушкова а также готовятся новые проекты по продвижению его богатейшего наследия некоторые из них будут реализованы совместно с итальянскими коллегами очевидно что постоянно действующая выставка в воронеже это лишь первый этап в масштабных планах организаторов все города российские мы хотим будем договариваться будем устраивать так сказать гастроли до устраивать выставки знакомить с творчеством в планах дальше анна александровна и международная интернациональная премия разные культурные мероприятия конечно это будет все дальше продвигаться надеемся что все у нас получится все состоится он русский был и я хочу чтобы русские люди увидели это у нас поэтому большой проект сейчас вообще сделать выставки по всей стране не только эту концепцию разные концепции показать это обязательно люди должны ходить молодежь должны это знать видеть он же не для меня это рисовал все правильно я унаследовала и теперь моя задача это делать его выставки показывать чтобы люди шли смотрели видели питались этим это все-таки духовность я считаю что это основа это для меня фундаментально важно особенно конечно воронеж это родина поэтому отсюда все и начали выставка продолжит работу до 30 декабря вход свободный в зале работают гиды